добрый день еще раз мы начинаем сегодня наш посвященный фабрике и я сейчас попробую вам рассказать что-то новое что вы еще не знаете хотя фабрика известна в россии очень популярна 10 лет назад в последние годы может не так популярна но я думаю что с помощью сегодняшнего вебинара мы сможем рассказать секреты которые вы не знали которые помогут вам работать дальнейшем с фабрикой и так все наши каталоги можно скачать на нашем сайте archistudio.sk заходим в раздел фабрики и внизу как и все остальные наши световые фабрики мы можем увидеть раздел посвященный фабрике моему подарю кликаем видим краткое описание фабрики ссылку на официальный сайт фабрики а также электронные каталоги по каталогам я особенно хотел вам рассказать что здесь есть очень интересная информация помимо нашего актуального каталога современной коллекции и двух частей классической коллекции как раз о которых мы сегодня будем говорить в нашем вебинаре который и посвящен именно и классической и современной коллекции есть еще два каталога две части специальных изделий специальных светильников выполненных на заказ что характеризует фабрику моего подаря как производителя который может создавать нестандартные светильники это не только мы говорим о видоизменения своих светильников тем более о покраске своих светильников естественно эта фабрика делает умеет и предлагает вам большой ассортимент покраски но и мы говорим о изделиях которые будут созданы именно по вашим чертежам то есть все это вы можете здесь скачать это не образцы как по которым нужно будет делать это просто примеры того что фабрика умеет делать сейчас мы переходим к нашей непосредственно к нашему вебинару к нашей лекции я подготовил небольшую презентацию которая как раз у нас и называется современные классические коллекции и именно преимущество фабрики как производителя перед остальными при разработке специальных моделей светильников и проектных решений перед тем как начать я хотел бы чуть-чуть углубиться в историю я когда вчера готовился к лекции подумал о том что для меня лично является фабрикой моего подаря и я с фабрикой знаком уже почти 20 лет если кто не знает я работал в санкт-петербурге со света начинал в 2002 году еще и уже тогда мне доводилось быть знакомым с фабрикой моего подаря естественно нулевых и десятых годах я ее так или иначе знал когда-то и продавал лично и фабрика моего подаря для меня как такой хороший знакомый приятель но в последнее время такое ощущение что я забыл даже когда день его рождения а тут внезапно вспомнил и такое ощущение я забыл его поздравить вот я хотел как раз вам вот об этом рассказал возобновите эмоции восстановите эмоции кто-то если знал может быть забыл как начинается презентация любой большой фабрики почему вообще мл обладали я такой вопрос возможно не нужно прямо сейчас отвечать кто из вас знает почему мл обладали так называется оказывается в 1966 году два специалиста один из них был специалистом по ковке это антонио миотто и тулио мацокко который был специалист как проектировщик как механик как конструктор который создавал первые светильники моего подаря они создали как раз так вот по современному наверное это лаборатория в те времена это наверное можно сказать такой ремесленный бизнес да небольшое небольшое производство что-то не хватает здесь вот вот здесь и вот там тоже цветов мы просим викторию отключить микрофон молодой человек под именем виктория прошу прощения но вы так записаны у нас в чате отключите пожалуйста ваш микрофон вы съедаете всю нашу связь саша пропал окей сейчас меня слышно да попробую отключить микрофоны там несколько человек я всем написала у виктории сейчас выключен если это та виктория которой ты говоришь давайте попробую начать продолжить так вот основание фабрики и рождение названия да это как раз первые две буквы двух фамилий антонио и тулио которые основали эту фабрику через два года фабрика уже разрастается до такого полноценного производства и в 1968 году к этому производству присоединяется нынешний владелец руководитель босс лицо компании ленца магина и она то есть несменный лидер в последние годы но еще с 1968 года когда ей было всего 18 лет она присоединилась сначала сначала как секретарь как бухгалтер и дальше выросла до босса компании которая создала такую мировую популярность на фабрике Мамопадари с ее историческим названием и вот с 1968 года уже можно называть именно полноценное производство с цехами как именно как фабрика которая создает продукцию которая создает на заказ для каких-то выставок для каких-то мероприятий светильники уже в 1969 году то есть спустя три года торговая плата региона где основана на тот момент фабрика а получает награждает фабрику золотой медаль то есть уже начались награждения до уже начался спрос на фабрику и начался началась оценка и потребителями и государством как именно таким лицом сделано в италии made in Italy о чем не перестает говорить фабрика Мамопадари что мы стопроцентно made in Italy исторически используем исторические свои наработки знания умения и поддерживаем все эти ремесленные производства которые передаются из поколения в поколение и вот опять же в 73 году спустя 7 лет после основания был подведен такой еще один большой итог была большая награда время вручалась фабрики на тот момент за 7 лет фабрика выпустила более 2000 светильников может быть сейчас нам покажется что это немного но мы говорим о том что все первые светильники так или иначе создавались кованными структура металлическая массивно то есть это были большие люстры большие потолочные светильники настенные светильники то есть это было действительно очень большое производство в котором доходило в определенные периоды до сотни человек количество сотрудников и уже в то время в том числе благодаря и ленции уже начался началась работа по поставкам налаживали контактов за рубежом начались поставки еще 70-х годах за пределы Италии и естественно фабрика начала получать ту популярность которая имеет сейчас во всем мире в 82 году ленция мантин становится уже настоящим владельцем дилером ой извините дилером владельцем и руководителем фабрики МММПодарь и с тех пор как раз она становится ее несменным лидером и с этого периода да можно говорить что начинается какая-то новая жизнь фабрика еще больше получает вот эту ее внутреннюю энергию казалось бы вот этой небольшой хрупкой женщины и благодаря ее и в том числе и личному обаянии она знакомится с будущим мужем своим и таким образом получается семейный бизнес семейное производство которым руководит ленция как так скажем металлическим бизнесом все что касается ковки покраски отделки металла и ее муж он он является владельцем витрерии все что касается выдувного стекла делается на его производстве и здесь как раз мы говорим о сочетании двух наверное таких двух противоположностей мужчина женщина стекло металл и вот это все дает такую единую цельную и очень эффективную эффективный результат работы как фабрика МММПодарь то есть мы говорим о том что как раз противоположности сочетаются то есть очень нужно привести много эпитетов но это как раз для чего я все рассказываю это многое объясняет когда вот эта харизматичная женщина и очень высококвалифицированы специалисты по стекло соединились то есть это еще одна ступень еще один уровень на который поднялась фабрика и продолжается это до сих пор то есть именно поэтому у фабрики такое небольшое небольшие цены за то качество за то именно качество и ручного ручной работы ручного воспроизводства металла покраски выдувного стекла которые мы имеем сейчас при все при этом очень мало кто говорит то есть многие знают да что есть производство да все хорошо но очень мало кто говорит о том что и над декоративной коллекции работает большой штат дизайнеров есть привлеченные дизайнеры есть именно большой штат собственных дизайнеров которые работают я вот здесь просто выписал этих дизайнеров которых мне также очень хочется сказать не только у великих так скажем артемиды и там нема да там ли карбузье но и у фабрики казалось бы такой простой на первый взгляд по дизайну классической коллекции как она вам подарит очень большой дизайнерский вклад и это тоже не нужно забывать об этом мне хотелось поговорить сегодня именно как какие-то вот такие близкие знакомства именно с фабрикой не ее продукции может быть даже именно с тем почему она занимает такое ведущее место в мировом производстве декоративных светильников ну самый известный наверное из всех дизайнеров на слухой это Лео де Карло конечно его известность благодаря он получил благодаря работе изначально совместно с Филипп Старком в Париже он работал пять лет и там работал как раз и над светильниками в том числе и над мебелью проектами и после вернулся в Венецию он родился в Венеции в 1992 году и собственно собственная студия он работает сотрудничает со многими фабриками как предметный дизайнер в том числе и Лео де Карло работает и как в классической коллекции так и над современной но помимо этого наверное самый заслуженный это Энрико де Джерарди который на еще периоде становления на периоде первых шагов фабрики уже был внутри фабрики вместе с фабриками создавал вот те необычные формы помогал переносить что называется с чертежей на металл на стекло те светильники создавать которые принесли мировую славу популярность как раз на фабрике моему Абадари сейчас его уже нет живых и фабрика бесконечно выражает благодарность постоянно Энрико потому что он внес огромный шаг в становление фабрики моему Абадари Роберто Свайзер это такой главный наверное наследник и ученик Энрико который передает дальше по наследству те знания те умения которые ему обучил как мастер как маэстро Энрико и благодаря Роберто именно его техническим знаниям у него несколько образований технических он помогает создавать фабрики моему Абадари светильники диаметром до пяти метров то есть это очень сложные конструкции как вы понимаете особенно если это люстра которая должна крепиться всего лишь в одном в одной части потолка в центральной при этом все должно быть ровно и здесь конечно очень важно это технология техническая составляющая как ни странно декоративного сантильника и вот Роберто помогает фабрике именно в этом Матео Валенти это такой наверное молодой ранний он начинал как художник учился в образовании художественное но с 91 года как раз помогает создавать именно вот эти детали что называется вот это чувство вкуса чувство композиции чувство гармонии которая есть светильник и на фабрики который помогает участвовать фабрики во многих выставках в том числе создает стенды и помогает фабрики в коллаборации с другими производителями на выставках то есть специалист который такой как больше наверное даже дизайнер чем предметный дизайнер технику так морально группа это специалистами на опять же наверное такое новое поколение продолжающий дело энрико джерарди который именно световые элементы создает в ковке то есть художественное его образование также такие именно фигуры да как-то необычные то есть мы говорим о том что классический свет он также от ММА Падари также многообразен как и может быть другие коллекции и классическая коллекция это не один стиль это очень множество стилей много стилей которые как раз мы сейчас посмотрим наши презентации и Патрисия Гуайотто это девушка которая также училась архитектуре и она занималась и мебелью и светом у нее был опыт большой в Индии она работала и как раз сочетание итальянского дизайна какая-то вот эта восточность может быть изюминки восточных каких-то стилей помогает ей работать с такими международными сетями как Hilton, Sheraton, Marriott, Holiday Inn то есть благодаря ей фабрика работает по таким большим проектам с сетевыми отелями в том числе итак переходим к примерам о том как раз что я сейчас говорю мы не будем листать весь каталог это я говорю в каждом своем вебинаре последних если мы не учимся работать по каталогу значит мы каталоги не листаем я очень надеюсь на вашу сознательность что вы почитаете полистаете каталоги сами я верю в ваш профессионализм умение листать каталоги и если у вас возникают вопросы вы знаете кому обращаются у вас есть на мои телефоны почта если нет вы можете связаться через архитектуре со мной в любое время здесь первые слайды это примеры того как классические уличные плафоны были видоизменены усовершенствованы может быть немножко добавлен минималистичный стиль и они теперь легко могут вписаться в домашний интерьер вы видите что здесь разные формы разные отделки и это все как раз опять же отражает что фабрика стоит на месте она всегда движется вперед она движется к чему-то новому пробует новое не боится но готова вкладывать в это свои средства привлекает дизайнеров да я незаслуженно упустил один очень важный момент о истории фабрики а еще один одна важная веха это 1996 год когда фабрика начал проводить практически на постоянной основе конкурсы среди молодых не обязательно молодых дизайнеров которые могут начать сотрудничать с фабрикой мы его подарим по производству светильников серийное производство поэтому если нас слушать предметные дизайнеры или они вам задают вопросы приходя к вам по каким-то по работе по проектам то вы можете говорить о том что есть такая фабрика еще одна из нашего ассортимента фабрик которая может вам помочь создать светильник и просто под проект и если это что называется выстрелить то можно и запустить в серийное производство этому пример есть в том числе российского дизайнера об этом мы тоже сегодня поговорим и здесь еще мне очень нравится вот эти два слайда это видоизмененные светильники так скажем рестайлинг произошедший на классических моделях которые сделал лео де карло вы видите здесь классические плафоны заменены на такие минимальные стеклянные колпачки сама структура почти не изменена но так как мы идем и у нас именно светодизайн движется вперед мы можем убрать плафоны которые у нас раньше всегда сложили как рассеивать и заменить их вот на такие колпачки принципе мы можем так поступить с любой люстра которую вы видите в каталоге мы вам подарим если вас устраивает люстра вдруг почему-то не нравится тканевый плафон вы можете сделать запросы мы изготовим вам вот в таком виде эти светильники таким световым решением ну и это конечно совсем уже шаг вперед практический шаг современный каталог современную коллекцию хотя эта люстра и осталась в классическом каталоге но вы видите как историческая классическая форма с рожками приобретает новый импульс новое решение и вы видите вот эти детали как они сделаны это ковка но после которая прошла гальваническое покрытие и слева как раз на рисунке вы можете увидеть насколько качественно насколько ювелирно работа с металлом как изначально черновая так и финишное покрытие то есть очень важно говорить о том что качество и уровень моего подарили это высочайшее качество моего питера которая базируется на вот этой истории на умение мастеров еще одно решение когда рожковая люстра превращается в такой вот барабан опять же матовым рассеиванием вниз с небольшими бликами на стене вы видите на левую фотографию и даже немножко с таким индустриальным креплением нарочито сделанным снаружи выкрашено в другой свет цвет отделки чтобы заклепки были еще более ярко выделены то есть здесь именно решение конструктивное оно сочетается с декоративным решением то есть ну и несколько примеров классических люстр классических светильников но опять же я обращаю ваше внимание на детали здесь вы видите в одной небольшой части как раз и подвески которые могут быть хрустальные или просто из стекла который делать сама фабрика хрусталь фабрика закупаем в данном случае это стеклянной подвески сделано дальше металлическая часть как это покрыто дальше вдовное стекло а отделка опять же хрома и работа с тканью как это все опять деликатно и велик на все швы все это проделано и так мы можем говорить о каждом светильнике о каждой люстре с абажуром здесь примеры чуть больше классического интерьера и чуть больше классических таких может быть почти дворцовых вариантов решения с хрусталем с открытыми свечами которые могут быть разного вида сейчас могут быть водные естественно и со стеклом внутри которого крошка стеклянно дает вот рисунок такой будто бы рисунок льда такой ледышки на потолке еще несколько примеров как это могут быть расположены опять же в разных интерьерах в более классическом более современном с большими прямыми линиями но так или иначе это открытые большие пространства где эти светильники выполняют роль именно основного света понятно что это какие-то скорее вечерние гостиные если мы не добавляем технический свет или может быть обеденные столы но там где не обязательно большое количество света при этом обратите внимание что вот люстра слева у нее источники света направлены вниз при правильном подборе лапочек этот стол даже в темное время суток будет очень хорошо освещен поверьте мне здесь не то что я хочу показать что у вас будет очень ярко во всем пространстве нет ни в коем случае но именно над столом света будет достаточно даже в темное время суток то есть здесь правильный в первую очередь подбор не нужно требовать чтобы одна такая люстра осветила все 25 квадратных метров этого пространства нет этого не будет то есть не будет настолько темно что мы не будем видеть куда идти будет общерассеянный свет проходящий через абажур но основной свет пойдет именно на стол здесь мы говорим о том что нужно в первую очередь правильно подбирать светильники декоративные в том числе и нам о подаре и тогда не будет проблем со светом даже если мы используем технический светильник есть еще несколько примеров с абажурами здесь уже совсем другая история здесь больше свет идет рассеянный и свет идет под потолок и вниз то есть разные типа света от одного светильника что тоже очень важно как и где мы его будем располагать саша на секундочку прервемся давай все таки отключим звук у некоторых участников ты сможешь или мне отключить тебе надо я не смогу у елены яковлевой звук был да я выключал у нее уже вот в чем дело теперь я не вижу что у кого-то еще остался насколько я понимаю теперь все хорошо продолжим продолжаем и опять же да очень важны детали как это сделано с какой любовью как это подобран казалось бы такие разноцветные части в перемешку кто-то скажет но как это выглядит вы видите и в большом приближении и на общей картине на общем плане этой люстры то есть повторяю что непревзойденное качество по очень приятной цене и по дизайну повторюсь если вы считаете что ваш дизайн интереснее чем фабрики который предлагает фабрика фабрика всегда с удовольствием с радостью изготовит сантильники по вашим эскизам еще один пример здесь уже такое решение практически технического света на штанге мы можем говорить об этом здесь свет немножко растянут по длине но при этом количество плафонов настолько большое что они позволяют осветить не только свет внизу в диванной зоне но и передать свет по всему периметру здесь очень важно отметить что дизайнер да или архитектор кто-то еще проработали правильно интерьер и по дальним частям пространства по дальним код люстры еще добавлены несколько торшеров плюс настольная лампа на столе таким образом в классическом интерьере мы можем обойтись без технического света но при этом вы видите да у нас только в видимой части мы видим пять источников света если опять ну имеется один источник если люстра как один источник света и я не мог обойти примером кованые светильники именно ковка вот в том понимании как историческая ковка вот в фабрике но раз я взял эти примеры я взял не только люстры настольные светильники но здесь вы видите что фабрика может изготавливать и изготавливает столы стулья мебель то есть если это какие-то консоли это все фабрика производит если нужны комплексные решения для интерьера фабрика также готова это воспроизвести и готовы есть варианты и те которые вы пришлете на заказ если вдруг вы найдете где-то в интернете или старых каталогах модели которых вы не видите сейчас в прайсе или каталоге очень важно понимать что фабрика всегда готова воспроизвести эти модели все лекала у нее сохраняются это касается металла и стекла и несколько примеров современного прочтения классических светильников опять же как эта работа производится с металлом вы видите как это происходит ручная резка вот этих всех форм как происходит покраска вы видите как вручную вот эти следы краски остаются как это органично гармонично и натурально смотрится плюс вот это решение для проходных зон для вечерних пространств именно отраженный свет вы видите распространяется то есть мы не видим источник света и таким образом мы имеем техническое решение в декоративном исполнении то есть у фабрики моего подаря также есть много таких примеров еще один стиль и еще одно направление которое мы можем увидеть это все тоже как мы называем классическая коллекция но она совершенно отличается как от всех других моделей которые мы видели ранее или еще один исторический пример это хрусталь стекло как угодно многоярусные одноярусные разной формы все это также фабрика может произвести с разными типами вариантами подвеса светоотделки формы как я и говорил до 5 метров в диаметре фабрика создает люстры и различные композиции из стекла и вы видите что свет идет по всей высоте то есть несколько уровней света также здесь в этом светильнике не только верхняя часть у нас освещена чуть более современный вариант с использованием хрусталя это пример из каталога и я надеюсь у меня получится показать вам пример с этой коллекции уже из интерьеров которые мы делали в одном из проектов в России ну и если так коротко заканчивать наверное первую часть первую часть именно современной коллекции я решил ее закончить как и начинал такой наверное с почти прямыми ровными линиями с минимальным таким дизайном минималистичным дизайном но все так же оставаясь конечно же в классической коллекции и естественно такая приятная мягкая темная бронза светлые абажуры плессировка которая в какой-то момент вышла из моды многие фабрики убрали ее из производства но сейчас и по фабрике моему подарить по другой еще одной нашей фабрике я могу честно сказать что у нас спрос на плессированные абажуры возрождается и возможно как раз некого уюта вот этого дополнительного декора именно абажуры плессированные которые дают стало не хватать в интерьерах определенного стиля направления и эти светильники все больше и больше опять возвращаются в запросах в проектах на фабрике моему подарить и как я говорил что мы закончили первую часть но перед тем как рассказать о второй коллекции о второй современной коллекции я решил сделать для вас такую виртуальную экскурсию виртуальную экскурсию на фабрику это почти секретные фотографии очень мало кто их где показывает что все стараются свои секреты беречь в фабрике запрещают снимать видео у себя на производстве но мы сегодня окунемся откроем вот эту завесу тайны может быть для кого-то это не тайна как и что у нас производится на фабрике моего подарка и начнем мы с стеклодувного производства здесь очень интересно нам наш визит организован таким образом что мы входили так скажем с бокового входа с технического входа чтобы увидеть этот масштаб нас заводили в производство именно с этой части ну и давайте посмотрим как что у нас здесь происходит да очень важно сказать что в этом апреле мы тоже планировали группу на фабрику моего подарок не произошло возможно те кто хотел поехать сейчас хотя бы посмотрят если не это прямо в режиме онлайн то в записи ну и те кто не собирался может быть сейчас увидят что такое что захотят сотрудничать с фабрикой подарить заслужат что называется приглашение от фабрики фабрика всегда готова и открыто к приему гостей и здесь мы входим и вы видели этот как раз вход и въезд для компонентов из которых создается стекло здесь вы видите очень много цветных наполнителей которые предназначены что очень важно сказать не только для производства фуафонов фабрики моего подарит для многих многих других то есть это витрерия она производит не только фуафон но и настолько ее высочайшее качество что то к нам обращаются производители ведущие производители мы будем их называть итальянские которые также создают стеклянный фуафон здесь очень важно увидеть все эти компоненты которые справа внизу происходит их микс и создается таинственная композиция из которой потом получаются стеклянные изделия когда вы только входите внутреннюю часть самопроизводства где печи а у вас первое ощущение что все бегают как муравьи какой-то хаос как только вы задумываетесь о том что в том же муравейнике нет никакого хаоса все каждый знает что делает каждый знает за что отвечает у вас сразу получается очень органичная картинка вы сразу видите что один специалист занимается одним одной частью производства другой другим то есть тот кто выдувает он никогда в печь за стеклом не идет ему подготавливают его так скажем подмастерья вот эти вот вы видите оранжевые заготовки стекла которые они достали из-за печи и мастера которые выдувают это естественно персонал высочайшем уровне они занимаются только выдувкой стекла и смотрим дальше да вот как раз примеры разных людей каждый занимается чем-то своим и понаблюдаем за мастером который на фотографии справа вот он получает вот этот вот раскаленный кусок стекла что он с ним делает очень важно посмотреть на фотографии слева это форма мы к ней еще обязательно вернемся это наверное вторая ценность после самих специалистов стеклодувов фабрики это формы о которых мы тоже чуть позже поговорим и вот в этой форме мы сначала установ мастер естественно устанавливает постоянно он крутит этот эту трубку она постоянно в движении он постоянно с определенным с тем знанием который знает только он и чувствует только он каждый предмет это его авторская работа конечно которая в соответствии с определенными лекалами в моем подаре происходит дальше вы видите как чугунная форма закрывается и из нее уже получается готовый плафон дальше форма остужается различные приспособления просто здесь небольшой набор фотографий у нас в общем лекция не по производству это просто пример того как это на фабрике все происходит и у некоторых специалистов так и написано на спине на их одеждах что итальянцы сделают это лучше то есть действительно выдувное мастерство выдувное стекло непрезайденное качество только в Италии это пример того как золотая фольга наматывается на плафон на раскаленный и дальше выдувается уже внутри стекла потом еще именно частицы золотой фольги 24 каната которые все это будет внутри стекла и дальше мастера приносит готовые выдувные еще не готовы плафоны в печь в которой они постепенно охлаждаются здесь они скалывают и оставляют свои рабочие инструменты и дальше идут за следующим то есть вот такой цикл именно выдувной части и повторюсь да очень важно это библиотека вот этих вот форм это действительно очень важно и это главная цепность которая есть у каждой из каждого из производителей выдувного стекла и ангар отдельный ангар с этими выдувными формами и на входе его вы видите прямо на улице под навесом есть такие совсем очень большие вы видите размер палета то есть можете соотнести насколько это большие формы где могут быть произведены вот эти все внутри которых произведены именно плафоны и 10 тысяч различных форм именно из чугуна у фабрики в подаре справа пример опять же например торшера различных от самых маленьких до огромных форм то есть мы говорим о том что даже если у вас есть какой-то какой-то какая-то идея какого-то светильника у фабрики может быть очень сходный может быть с разницей 2-3 сантиметра подобный плафон который она готова сделать легко быстро и опять же повторюсь за очень небольшие деньги потому что имея такую библиотеку которая вы видите очень четко рассортирована по размерам по типам все пронумерованно фабрика легко может найти и предложить вам решение по форме вашего будущего светильника по плафону для вашего будущего естественно по цвету это мы тоже с вами обсудили и еще одна часть также это формы но вы видите они еще не чугунные это те светильники которые так скажем только начинают производиться и всегда формы первые производятся из дерева они сразу отливаются если нет такого решения что мы уверены например что нужно тысячу штук каких-то плафонов а такого образца у нас нету или у нас проект действительно там 100 люстров каждый из которых по 10 плафонов или 15 тогда возможно придется нам сразу изготавливать чугунную форму если же нам нужно сделать необычный светильник который вы нарисовали но небольшое количество то до 50 плафонов можно сделать в одной деревянной форме вот это как раз примеры таких спецсветильников или примеры когда только начинается производство одного из одной из моделей опять же это может быть я бы вам подарили какая-то другая фабрика и чтобы эти формы не рассыхались они находятся постоянно вот такими под каплями душа под дождем чтобы они всегда были готовы в любой момент к тому чтобы начать на них работать вот и вот так это выглядит в приближении и здесь вы видите как раз я взял специально одну из наших фабрик это новинка 19-го года которая тоже пока сделана сделана на плафонах плафоны сделаны в деревянных формах как только мы поймем что эта модель производится в больших количествах закупается в больших количествах тогда уже фабрика запросит производство чугунных форм после того как мы все выдули плафоны плафоны остыли дальше идет от пил крайней части которая у нас соприкасалась трубкой и после этого идет помывка и упаковка то есть в итоге плафоны когда помыть складывается справа фотография слева это первой части вы должны понять что так как это ручная работа очень много каких-то частей может быть разбиты но здесь в первую очередь это то что как раз мастер подпилил поэтому выдувное стекло не может быть совсем недорогим как что полное стекло потому что нужно понимать что очень достаточно большой процент светильников до плафонов не доходит до конца до финального решения какой-то плафон может расколоться когда он только еще охлаждается какой-то забракует уже мастер когда моет то есть понятно что все они потом снова идут на переработку это все натуральные материалы безотходное производство все это понятно но цена именно выдувных даже вот самых простых круглых плафончиков она будет все равно выше но естественно качестве чем обычное простое штампованное стекло ну и это пример как уже все расфасовано нам это и едет на упаковку здесь мы не будем останавливаться естественно фабрика заботится о том что все было качественно упаковано все предупреждающие обозначения написаны made in Italy написано и выходя с производства мы заходим на так скажем офисную часть именно выдувного производства здесь мы видим опять же просто примеры того что фабрика делает или когда-то производила это все можно легко заказать на и здесь выставочная зона просто разными типами плафонов слева вверху опять же примеры из нашей современной коллекции плафоны и вот разные по сортировке по цвету по форме как угодно то есть нужны вам шарики и вам кажется что вы придумали какой-то новый окей это вы можете считать что это новый шарик фабрика вам подарили легко вам сделать то что вам нужно с какими-то рисочками с краплениями круглыми с такими дольками все что вы здесь видите все легко воспроизвести даже по вашим эскизам для ваших светильников ну и такой вот может быть шуточный пример как люстра может быть сделано с разными типами подвесов и мы переезжаем на второе производство оно находится еще чуть севернее это все зона в районе тревиза в регионе венето и здесь нас вначале ожидает наоборот такой роскошный шоуру с представленными новинками современной коллекции с классической коллекцией то есть мы сначала наоборот попадаем в красоту вот в эту вот благоухающую гармонию света и формы и отделок и разных цветов то есть вы увидите и люстры диаметром по 4 метра и какие-то маленькие бра но каждая из этих моделей вас впечатляет вас радует ваш глаз внутри производство металлическое выглядит примерно вот таким образом это так несколько частей и здесь горячая работа по металлу и вы видите несколько мастеров которые здесь делают резку и окантовку то есть таким образом происходит готовые квадратные ровно распиленные прямоугольные формы они превращаются слева как раз видите вот в эту вот такую ограненную в каком-то смысле по периметру конструкцию которая имеет естественно неповторимую форму каждая вот эта часть она будет сделана немножко по-своему при этом всегда все светильники сделаны в одном стиле рука у мастера естественно не дрожит она просто создает рисунок немножко каждой своей детали а каждая модель изгибается по специальным лекалам поэтому смотря на то что это ручная работа все эти детали всех люстр светильников разных типов они изогнуты идеально одинаково то есть это все происходит как раз в эти артикулы размер как это все происходит внесли готовые модели готовые детали ждут дальнейшей работы сборки и вот пример как мастер работает и загибает на одном из таких на одной из форм один из одну из трубок для будущей люстры ковка здесь еще одна печь видите но она для металла уже мастер молотком прямо при вас видится вы видите как это происходит превращение каких-то обычных прутиков в элегантные детали люстры или еще светильник то есть вот так вот вручную мастер сидит вы видите там огромное количество всех этих трубок он сидит и вот таким образом создает красоту вот такой вот цех металлообработки вы сможете увидеть когда посетите фабрику моего подарка и дальше мы переходим к покраске вы видите разные подобраны сразу несколько баночек с краской и из нескольких цветов иногда создаются какие-то миксованные светильники то есть один светильник может в себе сочетать до нескольких цветов отделки здесь как раз вы видите что вот сотрудница получает такой вот лист продакт лист производственный лист и согласно ему создает ту или иную покраску той или иной детали слева как раз на левой фотографии пятно она сначала все выкрасли темные и светлые любые делает на бумаге потом уже наносит их на металл и справа вы видите как раз как это происходит то есть части вот эти вот структуры она красит губкой листочки она красит уже например кисточкой так каждые детали по-разному окрашиваются разным цветом то есть это также очень много секретов которые можно увидеть только побывав на фабрике и пример того как опять же все изготовили и опять же происходит сушку и готовится к сборке очень много различных примеров не буду все показывать эти разные люстры разного цвета здесь детали покрашены и сушатся и серебристые и темные и белые и золотистые и черные то есть все вместе покрасилось и сушится и будет собираться естественно каждый светильник соответственно своему цвету дальше мы опять же идем упаковку и получаем готовые продукты ну здесь мы не будем детально погружаться как это все происходит но вы видите каждый элемент также прокладывается защитными какими-то специальными материалами чтобы все мы получили в целости и сохранности и так вторая часть нашего каталога второй наш каталог это современная коллекция которая имеет собственно название ТММ дизайн и о ней мы чуть-чуть также поговорим здесь здесь я не стал перечислять все новые коллекции даже я вот так скажу а я хотел вам сказать опять же раз мы немножко сегодня сравниваем фабрику с человеком как с неким старым хорошим товарищем о котором мы не заслужили немножко забыть то здесь я еще хотел бы сказать о фабрике как о сравнить с человеком который что называется рискнул и попробовал многие фабрики которые производят классический свет так и остались да в своей нише они естественно меняют какие-то коллекции что-то совершенствует но фабрика в моем подаре она шагнула намного дальше она сделала более я бы даже сказал рискованный шаг она вложила очень много в разработку в исследование новых светодиодных решений и пригласила очень много новых дизайнеров которые работают именно в современной коллекции и вы увидите все модели современной коллекции уже имеют персонального автора персонального дизайнера все это также подписано и эти светильники принципиально отличаются от классической коллекции еще именно поэтому что фабрика не побоялась фабрика рискнула она сделала этот шаг и мы видим что этот шаг был оправдан что он уже себя оправдал и первый каталог современной коллекции был ну наверное из десяти коллекций а сейчас мы говорим о том что у нас только в двенадцатом в девятнадцатом году было двенадцать новых коллекций и здесь я вам показываю только несколько моделей опять же я надеюсь что вы полистаете скачаете каталог с нашего сайта архи студиосу и полистаете этот каталог вдумчиво внимательно целиком сейчас мы поговорим о некоторых коллекциях и первое из них опять же это авторство лео-де-карло его такой китенок который имеет светодиодный рассеянный свет как вниз так и наверх и вот эти вот ребра которые напоминают некую форму кита в коем случае ребра кита некая визуализация его формы они немножко двигаются может быть чуть более вытянуты в сторону чуть строго направлен в низкость это тоже такая игра с предметом внутри интерьера который вы можете сделать уже на месте иногда менять и опять же очень важно что вы можете выбрать любой цвет отделки не обязательно это золото но золото просто шикарен вы видите как это органично особенно на фотографии слева когда два светильника они так немножко по-разному направлены на разной высоте то есть именно все то как сейчас принято в современном свете какая разнокомпозиционная какая-то направленность светового решения опять же это всегда можно включить на два света но и на большой вытянутый стол этих двух светильников достаточно и на фотографии слева вы видите засвеченный вверху потолок что тоже очень важно для увеличения пространства то есть когда нам нужно как бы свет не только внизу но и вверху здесь можно использовать вот этот светильник Саша есть вопрос может ли он быть черным да этот светильник может быть черным очень важно здесь информация больше для дилеров очень важно что в прайсе вы видите всегда несколько цветовых решений для той или иной коллекции в этой коллекции сейчас я не буду открывать точно есть несколько цветов возможно в том числе черный но белый точно есть и повторюсь любой наш светильник можно покрасить в любой цвет и в том числе этот светильник может быть покрашен полностью в черный матовый цвет это легко делается по поводу любой светильник в любую отделку здесь одно очень важное замечание мы не сможем сделать гальванику на светильнике которые цельно составные имеют большой размер или большой диаметр то есть здесь вы видите вот эти детали они все гальванические они маленькие они легко снимаются сделаны гальваника и легко потом они устанавливаются на общую форму то есть в таком случае мы можем это я уже когда наоборот вы видите черный светильник а нам надо гальванический золотой но даже в таком случае фабрика вам сможет предложить максимально глянцевую покраску которая также будет служить очень долго не обрезать не через год не через два то есть тот или иной оттенок даже золотистый там медный какой угодно мы сможем сделать фабрика на этом специализируется это одно из наверное козырей фабрики если в каталоге вы посмотрите в классическом в конце 4 листа разных отделок то есть всего на фабрики только стандартных типов это не считая всех цветов раун около 100 типов вариантов отделки поэтому да это будет легко покрашена в черный цвет еще одна модель новинка девятнадцатого года которая была представлена на евролюч в милане светодиодное решение здесь два включения очень важно обратить внимание это видно на фотографии справа то есть свет идет по периметру такой основной вечерний свет и совсем как ночной свет внутри вот этого лепестка если вы посмотрите на фотографию слева то есть вот здесь в этой части находится еще один источник света который дает мягкий оч и подчеркивает вот эту внутреннюю фактуру светильника то есть она может быть желтых тонов или более холодных и очень важно да она тоже двухсоставная то есть теплый оттенок это внутри золото из такой темной бронзы снаружи и серебристый внутренний свет и таким почти с черным никелем наверное так бы я сказал с внешней отделкой то есть это одиночные светильники они они из двух размеров из которых вы комбинируете такие композиции как вам угодно можете сделать просто все в ряд одиночных можете сделать одну композицию как приятный вечерний свет или в проходные зоны это очень интересное решение почему я говорю про проходные зоны потому что этот светильник минимально выступает от стены то есть это не классическая образа абажура наступающих на 15 сантиметров действительно очень плюс максимально притянутый к стене светильник именно располагающийся вдоль стены еще одно светодиодное решение еще одна новинка 19 года это четыре разных формы которые внутри которых есть основная такая часть так скажем корпус который закрывается матовым приятным белым рассеивателем дающим мягкую заливку по достаточно большому порядка 120 градусов угол света если смотреть на стену то наверное даже 140 то есть свет практически начинается на стене на высоте где находится рассеивателем то есть свет охватывает все пространство и такая декоративная часть контурная которая чуть больше выступает это именно отвечающийся дизайн не за функциональность но она поднесена настолько чтобы не давать теней то есть она совершенно не дает структура теней и получаются такие вот очень оригинальные современные светильники как основное рассеяние освещение и вы здесь видите что нет никаких дополнительных светильников не витрины не барной стойки этого света достаточно чтобы создать основной свет даже в таких местах где нужна повышенная яркость и также для дома когда вы работаете над проектом у вас есть некий чертеж вы видите свое пространство и вы можете его комбинировать внутри него комбинировать и добавлять вот эти разные композиции здесь как раз я взял разные цвета отделки которые о чем мы сейчас получили вопрос что есть черный бронзовый белый какой мы хотим получить такой у нас будет цвет отделки на потолке он может полностью сочетаться с кухней другими элементами пространства может быть наоборот на контрасте просто в цвет потолка белый как угодно пожалуйста то есть вы сами создаете свой такой потолочный свет свою потолочную композицию которая будет именно ваш персонально ваш хотя вы выбираете стандартных моделей еще одна новинка девятнадцатого года и как раз о том о чем я говорил ранее это российский дизайнер Ольга Энгель создала совместно с фабрикой мы ему подарили свой светильник джек которая на себе представляла и видела его как гнездо да то есть вот эти такие поворотные структуры по периметру именно поворотные их можно поворачивать делать это гнездо диаметром почти в два раза больше то есть она может быть такая более зерошенная совсем приглажена эта люстра вот а почему название джек как говорит сама Ольга что этот светильник она хотела назвать именно гнездо но гнездо в переводе на все языки которые она перепробовала ей не нравилось название на любом из иностранных языков ей не нравилось тут она поняла что так как это современный свет как новое прочтение и вообще когда говоришь современному человеку гнездо слов он наверное уже не в первую очередь думает о гнезде который влют птицы для своих детенышей да а это гнездо когда мы соединяем один гаджет с другим то есть это различные USB разъемы и так далее но она выбрала именно разъем джек звуковое гнездо да как такое яркое сочное звуковое решение звуковое название именно этой коллекции назвала джек именно поэтому но идея да вот как мы видели снизу да именно в таком исполнении что это гнездо внутри которого идет тепло свет и некое освещение которое позволяет нам осветить достаточно большой столб вы видите свет попадает на стулья еще регулируя опять же высоту подвеса вы можете создавать необходимую вам освещенность даже без демира очень важно отметить что Ольга говорила что можно заказать любой диаметр она готова всегда прийти на помощь если фабрика не справится и если это будет диаметр очень большой также это будет возможно просто будет диффузор составной из нескольких частей но идея она вот такая то есть вы можете создавать огромного диаметра в том числе и заказывать в том числе эти светильники джек от Ольги Энгель Саша вопрос по предыдущему светильнику мы же можем его в Москве из наличия приобрести мы сейчас говорим про джек от Ольги Энгель да мы можем приобрести его из наличия в салоне в салоне в салоне Мобилиссими он представлен если я правильно помню в золоте вот в этой отделке я думаю что если кто-то хочет приобрести найдет в поиске телефон и адрес в салоне Мобилиссими может уточнить самостоятельно цвет отделки да этот светильник у нас представлен уже в Москве поэтому пожалуйста как только откроются все шоурумы можно будет приобрести этот светильник из наличия и да повторюсь он в стандарте в нескольких отделках но если вам нужен он в хроме там неважно в чем мы сможем легко в данном случае уже так там на заказ сделать этот светильник для вас еще одно решение уже можно сказать даже не современная коллекция техническая коллекция это линейный рассеянный свет со светом и вверх и вниз и здесь фабрика естественно не пытается играть на поле технических светильников а играет на поле декоративных светильников но с технической начинкой о чем я говорю да что здесь новый материал для нового подарка это кожа это различные варианты такого состаренного можно даже сказать антикварного какого-то покрытия бронзы или темного никеля состаренных каких-то воспроизведенных металлов которые много-много лет при этом опять же игра на контрасте в современной версии в современном исполнении три размера по длине стандартные опять же если вам нужен нестандартный размер по длине вы запрашиваете ну и вы видите как необычно как по-новому выглядит вот этот современный свет который есть в профилях эти профили обычно черный белый алюминиевый иногда бронза а здесь вы можете заказать совершенно любой оттенок оттелку ну и здесь какая фактура вот эти мазки как будто действительно такие следы почти кольца времени которые воздействовали на металл здесь естественно светильник когда вы уже получите в определенном виде он так уже останется то есть он уже не будет меняться со временем но это время воздействовал на металл это наверное моя любимая коллекция у фабрики моего подаре и сейчас я расскажу почему многие фабрики которые имеют коллекции и в декоративном и в техническом свете стремятся друг с другом сблизиться да сблизить две коллекции создать декоративный свет максимально функциональным и технический свет максимально декоративным но я может быть не знаю может быть я не так хорошо образован в других производителях но я не помню именно декоративных люстр или бра с возможностью поворотного плафона то есть в данной модели есть два типа света вот эти вот стеклянные плафоны опять же там мы говорим о высочайшем качестве исполнения такие с одной стороны белые с другой фуме то есть такой фуме первомутр действительно очень интересно выглядит и в выключенном свете есть когда они включены то есть это очень интересное решение которое сочетается очень с черной именно отделкой то есть они не поворотные маленькие вот эти элементы внутри уже установлены светодиоды и благодаря этому они могут быть поворотные на 130 градусов и мы можем регулировать направление света именно вот этих вот элементов и на бра и на люстре еще как бы дополнительно управлять светом казалось бы декоративные люстры то есть вот об этом я хотел сказать обратить ваше внимание когда не нужно очень много света не нужно очень большая люстра хотя она мне не кажется очень маленькой но здесь именно кпд света я бы сказал почти равно техническому свету то есть два плафона основных больших декоративных освещающих дающие общую засветку и вот эти вот маленькие прожектора которые дополнительно нам дают акцентную подсветку то есть мы опять же здесь говорим о разных еще типах света в одном светильнике что очень важно поэтому я вам очень рекомендую обратить на это внимание на эту модель опять же да в продолжении вопроса о наличии я скажу что несколько таких люстр продалось из наличия в нескольких салонах в Москве и в регионах эту модель действительно очень трудно продавать по каталогам она не раскрывает всей своей наверное всей своей истории всей своей всех своих возможностей которые она позволяет сделать ну действительно эту модель нужно видеть живу то есть как сделаны плафоны но и очень важно невысокая цена реально очень высокая цена в общем обратите внимание коллекция чьи и дальше мы переходим а здесь я уже обозначу некого дизайнера фабрики моего обладари и здесь мы просто так же коротко пробежим по этим коллекциям здесь я хотел обратить ваше внимание не все почему-то на это смотрят коллекции moonlight вы можете выбирать декоративную вставку форму декоративной вставки она может быть угловой она может быть линейной и она может быть вот такой округлой как будто бы как раз затмение луны происходит то есть обращаю ваше внимание любой из этих светильников может быть сделан с тем или иным вот этим вот декоративным элементом они всегда всегда элемент есть не может быть цельно круглого светящегося полностью светильника но он вы можете его выбирать коллекция пилон мы посмотрим несколько сегодня несколько еще проектов используем этих светильников тоже очень интересное решение обратите внимание на эту модель эту коллекцию есть и большие люстры до трех уровней маленькие баллон очень интересно опять же модель по дизайну по такому воссозданию историческому так как создаются светильники как создаются модели как остаются пуафоны рамочки и здесь как раз на примере этих светильников несколько я хотел бы показать уже проектов реализованных например в париже кафе мария в котором есть и папилон и полон и увидите как это уютно смотрится и днем когда свет есть из окна и также вечером то есть вот такое сочетание двух коллекций и при этом полностью да вы видите здесь технического света декоративный свет который выполняется основного освещения пожалуйста вот это реализованы проекты еще одна модель я не стал включать вырезки из каталога вы ее очень хорошо знаете это коллекция болотон она используется очень много людей вот например в одном из отелей в италии она представлена как прикроватный свет такие вот подвес коллекция рейс ресторан в Нидерландах здесь конечно как декоративное освещение вы видите здесь в поддержку к нему есть много технических встроенных светильников но ряд именно таких более широких столов он освещен с помощью наших светильников рейс и наверное самая нашумевшая самая популярная коллекция лиф ей уже несколько лет и она по всему миру шагает по проектам и один из проектов в Хельсинки это сокас отель в лаунж баре да во входной зоне десятки люстры трехуровневые пожалуйста вы видите как это красиво элегантно на высоком потолке на больших пространствах смотрится также вы можете выбрать одноуровневые на четыре или на восемь рожков пожалуйста для домашнего использования на этом казалось бы у меня все но я сегодня утром по просьбе моей вчерашней получил от фабрики еще несколько фотографий я хотел бы вам их сейчас я бы хотел вам их сейчас показать я не успел их включить в презентацию а если ты мне подскажешь я так понимаю почему то у меня не видно да но мы видим тебя а картиночку нет запустив снова демонстрацию экрана сейчас вы видите экран так ну мы видим папку с файлами да вот сейчас я запустил именно открыл фотографии нет нет надо каждую по отдельности придется показывать так не выйдет каждый раз устанавливать демонстрацию и включать а я понял что ты имеешь ввиду каждая фотография да это отдельный файл так я понял мне надо вот тогда тогда я понял что мне нужно сделать а можно вопрос а вот так вы видите да 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 вопрос наличие на фабрике что-нибудь сейчас есть наличие на фабрике нет они не поддерживают склад но как вы видели очень многие заготовки такие как трубки как какие-то детали которые мастер готов загнуть за два-три дня это возможно если мы говорим про стекло то тоже если сейчас по стеклу вообще отдельная история да по поводу того как там печи как это все происходит мы в общем пока не не можем сказать что мы сможем что-то сделать очень быстро если просто основные где часть основная это металлическая то скорее всего это можно сделать там за неделю за две если какие-то большие люстры с плафоном то скорее всего нет это будет изготовление месяц то есть наличие готового ну может быть только несколько позиций если это действительно актуально ставьте нам запрос мы сделаем запрос на фабрику и я тогда продолжу просто мы полистаем разные проекты которые сделаны фабрикой за несколько последних лет здесь в основном современная коллекция и здесь есть разные фотографии в данном случае это шоурум одного из мебельных производителей это готовое повторюсь дам фотографии только утром и я не успел их систематизировать здесь у нас частный частный дом прикроватный свет это такое вот решение для санузла такие вот решения для опять же для дома для зоны отдыха где мы можем почитать или у окна или вечером при свете подвесов глиссидра вы видите что очень элегантная такая минимальная тройная розетка на три светильника и очень важно помнить что у глиссидры свет всегда есть наверх поэтому у нас засветка потолка всегда присутствует что не у всех есть люстры у таких подвесов у глиссидры это есть еще один пример тройного подвеса глиссидра вечерний свет мы видели уже светильники здесь на тумбочках настольные лампы глиссидра настенный вариант здесь это видимо спец изготовления сейчас не готов подтвердить вариант с лампой лиф который мы уже видели на примере отеля в Хельсинки мой любимый светильник и опять же над столом здесь как раз четко показано как эти модули повернуты какие-то вниз на стол какие-то чуть в сторону и один светильник дополнительно дает освещение наверх что тоже иногда очень важно для увеличения высоты пространства модель также которую мы видели а да опять же фабрика готова нам помогать в таких вот решениях нестандартных казалось бы простых когда у нас один вывод из потолка мы не хотим шторопить какое-то историческое здание или в принципе цементный потолок не хотим черновую отделку а при этом понимаем что светильник нам нужен вытянутый мы выбираем такую небольшую модель и делаем два светильника на одной базе которую заказываем на фазке и таким образом получаем да вот как раз пример как выглядит плафон в выключенном свете такой вот приятный серый фуме с белым внутри еще одна модель с плафонами в виде шариков у нас несколько коллекций с шариками так как они тоже популярны поэтому вы можете заказывать эти шарики в том числе на МММ Ападаре коллекция дот так шарики еще клесидра опять же создающая общую засветку на потолке и акцент на свет над рабочими зонами и вот это как раз пример реализованного проекта частного дома в Москве о чем я говорил действительно здесь есть эти фотографии хрустальная люстра декоративное большее назначение плюс такой вот технический свет направленный на стену для выявления вот этой красоты настенного мрамора так это у нас шоурум Лема и подсветка которая была придумана коллекция Зои и Рейн я ее не поставил в свою презентацию потому что мы очень много о ней говорили но от себя скажу здесь тоже что очень важно что фабрика когда мы сейчас можем использовать даже обычные лампочки Е27 или Е14 светодиодные она сделала специальные плафоны из пирекса это смесь стекла и пластика очень легкие очень легко монтирующиеся и поэтому мы можем создавать такие необычные композиции которые легко выравнивать благодаря тому что это не тяжелый материал и мы можем создавать из-за этих плафонов повторюсь очень разные композиции еще несколько моделей это частные апартаменты с разными типами светильников здесь как раз такой декоративный основной элемент это люстра плюс подсветка техническая как вы видите и в самих шкафчиках это гардеробная большая с островом и с стройным техническим светом да это вот решение опять же как вы видите декоративного в белом исполнении когда нужно слиться с потолком и еще одна люстра это все проекта в России вы видите узнаете по настельным покрытиям и по типу технического света раз мы смотрим это так называемые светильники кососветы которые дают заливку стены вы видите как это интересно смотрится и общественное пространство также выполнены с использованием светильников в моем подаре то есть кафе бары рестораны все это уже оценили современную коллекцию от моего подаря вот как раз коллекция рейн предыдущие мы видели розовый плафон коллекция зои коллекция рейн это может быть от одиночного до двадцати четырех плафонов стандартные модели и из этих стандартных моделей вы можете еще комбинировать и создавать до бесконечности люстры на сорок пять например плафонов вот так вот интересно это смотрится пространство с такими в общем капельками дождя как и называется эта коллекция вот такой вот световой дождь который разливается в этом пространстве это проекция в России это дом как раз про который мы говорили дверь устроена входной зоне хрустальная спальня там же светильник который мы смотрели из каталога это проект не в России вы тоже наверное сразу можете увидеть узнать насколько отличаются проекты в том числе здесь спец изготовления плафонов и бра потолочных светильников от лампадари так ну вот в общем если так скажем совсем коротко но при этом постаравшись как-то подробно рассказать о фабрике рассказать о том что вы можете сделать вместе с фабрикой мэмпадари я надеюсь вам было очень интересно вы почерпнули новую информацию или вспомнили забытую старую вообще о истории фабрики о том какой путь она прошла и именно это я подчеркиваю хотел рассказать чтобы понять что на базе этого опыта на базе этого многолетнего опыта и знаний умений возможностей как раз и базируется вся современная коллекция и повторюсь да тот риск те вложения которые были направлены на создание современной коллекции они уже себя оправдали и мы продолжаем развиваться в этом направлении и последняя выставка Эвролючи это очень наглядно показала теперь ждем ждем следующих выставок следующих новинок а мы от вас естественно ждем новых заказов запросов и давайте вместе творить давайте вместе создавать новые интересные интерьеры и в том числе световые решения о ваших новых интерьерах да я вижу говорят многие спасибо мне очень приятно я благодаря вашим спасибо обретаю новые силы чтобы создавать новые для вас презентации вебинары повторюсь да действительно наверное в том числе и моя небольшая наверное есть вина что мы давно вам не рассказывали фабрики мы вам подарили о этой фабрике много есть что рассказывать вы видите да наверное чуть-чуть сегодня задержались но и много рассказали спасибо всем за отклик в общем до новых встреч надеюсь вы все присоединитесь и расскажите о наших вебинарах вашим друзьям вашим коллегам нас будет все больше больше сейчас есть на это время мы должны его действительно провести плодотворно и получить новые знания мы хотим получить от вас какой-то действительно фэнбэк вашу реакцию которая позволит нам правильно идти дальше вместе с нашими фабриками спасибо саша расписание следующих вебинаров уже есть на нашем сайте в разделе новости отлично да поэтому ждем вас и на всех и завтра и послезавтра у нас уже вторая неделя ежедневные тут вебинары поэтому присоединяйтесь или как говорят на телевидении не переключайтесь до новых встреч всем большое спасибо спасибо пока пока до свидания спасибо спасибо и